Доминая печь Номер 4 в Тимиртау и завершение строительства обогатительной фабрики в Каркаролинском районе. В день индустриализации в Карагандинской области дан старт новым производством. В Карагандинской области сошлись с рельсов 18 вагонов грузового поезда. Жертв и пострадавших нет. Главный фэшн-показ сезона состоялся в Караганде. Свои работы продемонстрировали ведущие дизайнеры страны. Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков 6 декабря принял участие в отчетной встрече с главой государства в Астане в рамках Дня индустриализации. На встрече президент страны Нурсултан Азарбаев в режиме телемоста дал старт производству на объектах и началу строительства проектов в рамках программы индустриализации. В череде 25 звездных дней 6 декабря обозначено как День индустриализации. В Карагандинской области были запущены два производства. Доменная печь номер 4 металлургического комбината Арселор Миттал Тимиртау введена в строй после капитального ремонта. По словам руководителей предприятия, построена практически новая печь, которая будет выдавать до 1,8 миллионов тонн чугуна в год. Новейшее оборудование обеспечит устойчивость и максимальную эффективность работы печи, а также улучшит условия труда и благотворно скажется на экологической безопасности. В поселке Теректы Каркаралинского района завершается строительство горно-обогатительного комплекса на базе месторождения «Коктасжал» фирмы «Алтай Полиметалы». В этот же день в Астане состоялась торжественная церемония вручения премии президента страны за достижения в области качества «Алтын Сапа», награждение победителей республиканского конкурса выставки «Лучший товар Казахстана» и конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыс». Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. В Карагандинской области сошлись рельсов 18 вагонов грузового поезда. Об этом передает пресс-служба национальной компании «Казахстанцы Мержулы». Чрезвычайное происшествие произошло 5 декабря. В 3 часа 50 минут на участке Казылжаржа Нарка Карагандинского отделения дороги при исследовании грузового поезда номер 1607 произошел сход 18 груженных вагонов. По сообщению пресс-службы «Казахстанцы Мержулы», сход произошел из-за излома рельса. Движение поездов восстановлено в 17.00 5 декабря. Жертв и пострадавших нет. Для выяснения обстоятельств происшествия создана специальная комиссия. 17 лет проведет за решеткой 32-летний карагандинец за нападение с ножом на двух сотрудников Карагандинского областного суда. Судья специализированного межрайонного суда признал мужчину виновным по статьям покушение на убийство двух лиц и незаконное лишение свободы. Напомним, инцидент произошел 29 июля. Осужденного с жертвами связывали семейные узы. Осужденный являлся бывшим супругом одного из пострадавших, которая работала в канцелярии областного суда. 29 июля злоумышленник пришел к ней в квартиру, где между бывшими супругами произошел конфликт. Схватив нож, мужчина нанес пострадавшей несколько ранений в шею и предплечье. Также он ранил ножом младшего брата женщины, который также работает в суде. После чего скрылся с места преступления. Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме. В Караганде стартовал восьмой областной конкурс поэтов-писателей. В нем приняли участие более ста молодых и талантливых мастеров поэзии и прозы. По словам организаторов, с каждым годом конкурс набирает все больше популярности. Будущим его планируют провести на республиканском уровне. В первой части конкурса участники декламировали произведения Бухаржирауа не в лирическом стиле, а попытались воссоздать интонацию и стиль великого прадеда казахского устно-поэтического творчества. Студентка Карагандинского университета имени Евнея Арстановича Букетова Аяжан Яралыказе рассказала, что в подобном конкурсе участвуют впервые. Я принимаю участие впервые. Мне нравится. Я познакомилась с другими участниками, послушала их авторские стихи. Они очень красивые, трогательные. Здесь мы не только как соперники. Мы как одна большая семья. Во второй части мероприятия конкурсанты представили на суджюри свои стихи. Занавес творческого батла был задернут под звуки дамбры и кобыза. В составе жюри был лауреат Международной премии Алаш Абзал Букет. В первые годы в конкурсе принимали участие всего около 40 человек. С каждым годом их количество увеличивается. С помощью таких конкурсов мы прививаем молодежи любовь к творчеству Бухаржрау. Они учатся не только держать себя на сцене, но и узнают о богатом наследии казахского народа. Время жизни Бухаржрауса впали с наиболее важными годами казахского ханства, когда решался вопрос жизни или смерти в борьбе против джунгарских завоевателей. В этом году конкурс Акынов и Жрауов приурочен к 25-летию независимости страны и 150-летию Алихана Букиханова. Победители конкурса будут награждены денежными призами по трем номинациям. Более 300 представителей творческой молодежи выступили на студенческом фестивале. В театре имени Сакена Сифулина выступили студенты 13 колледжей Карагандинской области. Инициаторами фестиваля стали медицинский колледж Караганды и общественное объединение Шарапат. Станислав Руш – студент 2-го курса медицинского колледжа. Молодой человек помогал в организации данного фестиваля. Также около 50 сокурсников Станислава не остались в стороне и помогли устроить масштабный творческий фестиваль. Сегодня проводятся мероприятия посвященные 25-летию независимости Республики Казахстан. Организовывали медицинский колледж города Караганды. Также принимали участие в нем коллегиальный совет молодежи ЖИГЕР, который работает внутри медицинского колледжа. Это мероприятие, это фестиваль молодежи. Здесь участвуют множество колледжей, студентов, творческих личностей. От каждого колледжа для участия в фестивале требовалось подготовить видеоролик на тему достижения своего колледжа за годы независимости. Помимо этого подготовить творческий номер. Одни из участников продемонстрировали красивый национальный танец, а после – казахский обычай шашу. Их выступление подняло настроение всем присутствующим. Все это мероприятие связано в рамках празднования славного юбилея Дня независимости нашей Родины. Мероприятия все проходят под эгидой Управления образования области совместно с Советом директоров Организации технического профессионального образования. На фестивале звучали завораживающие песни, слова которых дают понять, насколько красива и богата наша страна. Как отметил президент Казахстана, история страны – это прежде всего история успехов ее молодежи. Лариса Хусынова, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Карагандинцев поздравили с 25-летием независимости педагоги и ученики школы искусств номер 2 клуба ЮНЕСКО. Они подготовили праздничный концерт под названием «Посвящено родной стране». Творческий вечер пришелся по душе юным зрителям и не оставил никого равнодушными. В актовом зале детской школы искусств номер 2 – настоящий аншлаг. Педагоги школы подарили своим воспитанникам вечер творчества. Музыканты пели песни о родине и играли на инструментах известные шлягеры. Школьникам такой подарок к юбилею независимости пришелся по душе. Они на своем примере показывают, как творчество воспитывает в человеке чувство патриотизма и любви к своей родине, а также любви к культуре. Чтобы наша страна всегда жила в мире, в благополучии, чтобы все народы, которые живут в нашей стране, жили дружно, счастливо. И чтобы наша страна никогда не знала войны. Организаторы концерта отмечают, что показывать пример патриотизма нужно в первую очередь с себя. Дети должны восхищаться Казахстаном, не только наблюдая за развитием страны с экранов телевизоров. Они должны посещать подобные культурно-массовые мероприятия. Мы поздравляем нашу страну, нашу республику с 25-летием независимости. В основе успехов страны казахстанская модель общественного согласия и общенационального единства, мира и процветания нашей родины. Школа искусств номер два в прошлом году отпраздновала свое 30-летие. Воспитанники школы нередко занимали призовые места в конкурсах как в Казахстане, так и за рубежом. Коллектив учебного заведения обещает еще не раз порадовать карагандинцев своим творчеством. А Ямамрина, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Вакансии для выпускников. Студенты-дипломники Карагандинского государственного технического университета имели возможность найти работу уже сегодня. Ярмарка вакансий в КарГТУ прошла в рамках дня индустриализации 25 звездных дней. Три студента 4-го курса технического университета за высокие достижения в учебе В результате собеседования и отбора стали обладателями именных стипендий американской инжиниринговой компании «Флор Казахстан». Среди них и будущий архитектор Айсулу Балтинова. Девушка учится на архитектурно-строительном факультете. В будущем мечтает принимать участие в реализации самых амбициозных проектах Казахстана. И эти стипендии нам дают за то, что мы 4 года учились, не погладая рук. Мы сдавали свои анкеты, они избирали тщательно. Мы проходили устные собеседования и благодаря этому нам вручили эту стипендию. Раньше я участвовала в интернет-олимпиадах различных. Но именно в таком размере и в таком масштабе я в первый раз получаю имену. Американская компания «Флор Казахстан» является одной из крупнейших в мире инжиниринговых корпораций, предоставляющей услуги в области проектирования, строительства и технического обслуживания. В Казахстане компания участвовала в Каспийском трубопроводном консорциуме. Вручение стипендий стало лишь одним из мероприятий, запланированных в университете ко дню индустриализации. Ярмарка вакансий – вот для чего собралось большинство студентов выпускных курсов. В фойе потенциальные работодатели разместили стенды и другие презентационные материалы. Следующим летом университет выпустит 1433 дипломированных специалистов 38 разных специальностей. На сегодняшний день у нас в онлайн-режиме уже 152 предприятия записались, и они сегодня будут проводить собеседование с нашими выпускниками. Наши выпускники, они в онлайн-режиме уже участвовали, я уже говорил. И хочу сказать, еще мы проведем вторую ярмарку по просьбе наших работодателей, уважаемых наших работодателей в апреле следующего года. Во время ярмарки студенты-дипломники могли заключить контракты на прохождение технологической, производственной и преддипломной практик. Проводимая ежегодно ярмарка выпускник КарГТУ способствует более тесному сотрудничеству между руководителями предприятий и студентами, считают организаторы и участники ярмарки. Ярмарка профессии – это довольно-таки хорошая площадка для устройства на работу студентам четвертого курса. Особенно возможность, что много после четвертого курса, после окончания университета, много нужно искать работу, то есть по профессии нету. В основном работодатель спрашивает опыт работы, а в данном случае можно напрямую пообщаться с работодателем, можно сразу представить себя как довольно-таки неплохого студента, но в том числе, если ты хорошо учишься, и уже знать, какие требования предъявляется работодатель на том или ином рабочем месте. Среди полутора сотен предприятий представлены и крупные промышленные корпорации, такие как Казахмыс, угольный департамент Арселор Миттал Тимиртау, ГМК, Казахалтын и другие. Многолетний опыт проведения ярмарки вакансий для выпускников показывает, что такой способ привлечения работодателей к проблемам молодежи является наиболее эффективным. Андрей Тенес, Ламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Известный журнал «Мама Сити» организовал главный фэшн-показ сезона. Своей коллекцией одежды представили два известных казахстанских дизайнера – Аида Кауменова и Наиль Байкучуков. Гости также могли присутствовать на эксклюзивном тренинге от Динары Садша. Подробности в материале о Сельце Замбаевой. Местные ценители моды были в восторге от блистательной коллекции дизайнеров. Аида Кауменова на этот раз представила карагандинской светской элите свою предновогоднюю коллекцию под названием «Куклы». Судя по восхитительным взглядам и буре оваций, наряды завоевали сердца модниц. Сама Аида не смогла попасть на показ. Представила коллекцию ее ученица Салтанат Рауанова. «Впервые я выхожу без Аиды. Она полностью доверилась. Для меня это очень большая честь – работать с Аидой. Сегодня представляли коллекцию кукол. Специально подготовили для вас, для карагандинцев, предновогоднюю коллекцию, так скажем. После показа можно будет в шоурум, где гости вечером могут лично ознакомиться с коллекцией, примерить и также приобрести себе, конечно же». После просмотра новой коллекции гостей в фэшн-события ждал эксклюзивный тренинг от Динары Саджан. Также Айгуль Саджан рассказала гостям о тонкостях и трендах современного туризма. «Во время показа, получается, будут розыгры сертификатов от партнеров. То есть каждый гость, который входит в зал, получает номерок. Такой же номерок, получается, есть у ведущих. Во время розыгрыша у каждого есть шанс выиграть какой-то приз». После успешного показа приглашенные могли приобрести любой наряд из новой коллекции. Организаторы уверены, что подобные фэшн-мероприятия станут доброй традицией в шахтерской столице. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Амам, Сова Болнастар. Субтитры создавал DimaTorzok